Россия и Санкт-Петербург соединяются в скорбном молчании вместе с Польшей, которая в один миг потеряла своего президента и видных общественных и государственных деятелей. Среди них были политики, чиновники, генералы и священнослужители, которые летели на мероприятия, посвященные 70-летию жестокого убийства сталинским режимом 20 тысяч польских офицеров. Каждый день Генеральному консульству Республики Польша петербуржцы приносят цветы. Это для нас тоже важно. Для меня, как я сказал, у меня лично тоже там были друзья, лично мои друзья, которых уже не будет здесь. В воскресенье, называемое в католической церкви воскресением Божьего милосердия, в храме Святой Екатерины на Невском проспекте была служена литургия о погибших в результате авиакатастрофы. Есть в этом своеобразная печальная символика. Пять лет назад, в субботу, перед воскресением Божьего милосердия, скончался великий поляк, папа Иоанн Павел II. На этот раз трагическая случайность унесла жизни 97 поляков, составляющих элиту этой страны. То, что трагедия произошла на Светлой Седмице, когда все верующие вспоминают смерть и воскресение Христова, привносит в горе свет надежды, побеждающие зло. Горе объединило всех. О жертвах катастрофы молились и в православных храмах Петербурга, и в протестантских общинах. Ведь в самолете были представители разных вероисповеданий. Футболисты Петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» во время воскресного футбольного матча почтили погибших минутой молчания и вышли на поле с черными повязками. Беда поляков не стала чужой для жителей Петербурга. Говорят, есть такая пословица, что горе объединяет, и что у нас получилось много такого хорошего в этой скорби, разделении скорби, боли. У нас здесь приходят люди, они просто в такой эмоции. Я думаю, что это траур, но это получилось тоже такой человеческой, очень много позитивной эмоции, и что нам эта эмоция, она останется. У Генерального консульства Польши горят поминальные свечи и лежат охапки цветов. В храмах возносятся молитвы. Но самое главное, есть надежда, что скорбь не останется скорбью, но поможет нам, жителям разных стран, обрести любовь и взаимопонимание. Жаль, что такой ценой. 11 апреля на молитве Реджина Челли, папа Бенедикт XVI выразил соболезнование в связи с тяжелой утратой для польского народа. виттимы и ди со стенью кэр амата национы полак а Субтитры создавал DimaTorzok